Реклама 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 Много говорили сегодня, или упоминали, по крайней мере, рабочий класс, в том числе, я думаю, на первой секции, где я отсутствовал. Вот, уважаемые товарищи из КПРФ, я напомню, в 2011 году мы от лица нашей партии предлагали вам на выборах в Государственную Думу предоставить всего одно место в проходной десятке для представителя борющегося пролетариата, для кого-нибудь из лидеров боевых независимых профсоюзов. Наши переговоры длились долго и безрезультатно, и в конце концов, вместо одного места рабочему, вы предоставили место генералу ФСБ Черкесову, личному другу Путина. Как не было рабочих в Госдуме тогда, так нету их и сейчас. Есть зато борцы вот такие. Сегодняшние наши выступающие говорили о том, как важно развивать сознание трудящихся. На самом деле, эта тема затрагивалась, по-моему, почти во всех выступлениях. Очень важно вырабатывать, помочь вырабатывать людям классовое сознание. Но вот в 2018 году были президентские выборы, казалось бы, прекрасный повод обратиться к людям, объяснить им, что только борьба за свои права может дать им какое-то улучшение в жизни. Был кандидат от народа. Кандидат от народа – это крановщица Лисицына из Ленинграда, выдвинутая трудящимися. И был добрый барин Павел Николаевич Грудинец. Вот простите, уважаемые друзья, но когда вы подходите к людям со словами, что вот хороший мужик, производитель свой, выберите его, и он все проблемы за вас решит, а чего вы ожидаете тогда на своих митингах? Вот кто-то из выступающих упоминал, по-моему, товарищ Федоткин, что, извините, не получается у нас собрать большую массовку на митингах. И это все приводит к вопросу, а как завоевать доверие трудящихся? Как завоевать? Вот, ну, поставьте, скажем, на эту трибуну обычного простого мужика, который вообще к политике не имеет никакого отношения. Там слесарь или там токарь на заводе, да, нигде не состоит, ни в чем не участвует. И он начнет задавать вам, товарищи, вопросы. Начнет задавать вопросы, почему, например, КПРФ говорит на каждом углу, на всех митингах, правительство Медведева в отставку, антинародный курс Медведева и все такое прочее. Справедливо? Абсолютно справедливо. Совершенно правильно говорит. А потом Геннадий Андреевич в Государственной Думе получает от этого ненавидимого Медведева медаль. И медаль кого? Медаль имени Вешателя, реакционера Столыпина. И ничего? Нормально? Все хорошо? Все нормально. Или, например, Геннадий Андреевич Зюганов, вот последние годы, слышали ли вы от него хоть одно слово критики по поводу самого царя-батюшки? Да нет, ну что вы, мы критикуем только Медведева, только вот отдельных олигархов, министров, а самого не только не критикуем. В октябре в интервью телеканалу «Россия-24» Геннадий Андреевич сам заявил, для нас всех спасительно выполнение установок президента. И орден за заслуги перед Отечеством получил, как раз тоже недавно. Вот попробуйте, пожалуйста, встать на место обычного человека, обычного, не состоящего ни в каких партиях. У нас все-таки научная конференция. У нас все-таки научная конференция. Простите, пожалуйста, я закончу, и затем вы научно, наверное, ответите на мое выступление. Так вот, попробуйте встать на место этого человека и сопоставить вот эти факты, эти дела и оппозиционную риторику, слова и тому подобное. И вы обнаружите, что слова с делами не просто расходятся, но получается одна из основных функций главной оппозиционной партии страны не в том, чтобы организовывать народ на классовую борьбу, а в том, чтобы в нужный момент этот самый народ утихомиривать. Я понимаю недовольство товарищей, я понимаю ваши чувства, но, к сожалению, в политике ни чувства, ни эмоции определяют дальнейший ход событий, а факты. И, собственно, сама наука. Хуже всего не в этом. Я пришел не для того, чтобы ругать кого-то и тому подобное. Хуже всего другое. Такая политика системных левых мастит дорогу приходу ультраправых сил. И для того, чтобы это доказать, посмотрите на Европу. Посмотрите на Европу. Там очень долго в парламентах заседали самые разнообразные легальные левые, социал-демократы во Франции, в Испании у власти социалистическая партия была, в Германии. Они были непоследовательны. Они не могли решить ни один коренной вопрос. Они постоянно делали шаг вперед и затем два шага назад. И, естественно, люди переставали постепенно им доверять. Люди из года в год ждут решения своих проблем. Они пытаются организоваться на борьбу. Поблюдайте порядок, пожалуйста. А им говорят, нет, не надо. Вы, пожалуйста, только раз в несколько лет приходите, суньте за нас бумажку в урну, и все будет хорошо. Но если пример Европы далек, а Европа вся сейчас постепенно становится правой, право и побеждают там. Возьмите, пожалуйста, гораздо более близкий и более больной, болезненный, страшный для нас пример. Пример Украины. Братская для КПРФ партия, Коммунистическая партия Украины на протяжении десятилетий демобилизовала трудящихся. Объясняла им, что не надо бороться, что не надо создавать профсоюзы, рабочие дружины, другие организации сопротивления. Необходимо просто голосовать. Разуверились люди из года в год, посмотрите статистику, КПУ теряло свое влияние, и в конце концов правые фашисты пришли к власти на Украине. Таким образом, системные левые своей работой, вольно или невольно, подготовляют приход правых. И завершая выступление, я хотел бы отметить и подчеркнуть, что успех у коммунистов будет тогда, когда будем не торговаться, не уговаривать власть, а идти на фабрики и заводы. В самом заголовке этой встречи был поставлен вопрос, который ведет нас к проблематике. А есть ли вообще рабочий класс? Да, некоторые говорят, что он совсем атомизирован и прочее, прочее. Я, в отличие от более ученых коллег, не заготовил никаких статистических данных, но приведу вам две цифры. В Российской империи в 1917 году насчитывалось 3 миллиона промышленных рабочих. В современной России данные на 2014 год индустриальных рабочих средней квалификации 8 миллионов 700 тысяч, а некоторые не могут найти рабочий класс. Поэтому, уважаемые товарищи, я по-прежнему уверен, что победу нам принесет не метание, не шарахание, а объединение вокруг борющегося пролетариата, формирование пролетариата в борющийся класс. Поэтому, те, кто желает строить классовую коалицию, такую как Родфронт, я с удовольствием готов вести диалог и с удовольствием также готов ответить на все вопросы недовольных и очень яростных товарищей. Родфронт! Прежде всего, отвечу, Сергей Павлович, на ваш вопрос или реплику относительно Папы Римского. Я без всякой полямики хочу просто перечислить те болевые точки, к которым я сам имею прямое или косвенное отношение. Это подмосковная стройка Лайкова, где мы создали профсоюз, но он был разрушен действиями администрации. Это вахтовики в Приморье из Уфа «Нефтимаш». Недавно у нас был стрим на канале. Это сеть магазинов «Магнит» довольно известная. Мы сейчас работаем с ребятами из Мурманска и Питера. Это «Уральский щебень». Мы работаем по созданию профсоюза водителей. Это завод «Авангард» в Москве. Это гастарбайтеры из ООО «Мой город». Это завод ДВК в подмосковной Коломне. И это я перечислю только то, в чем я прямо или косвенно сам лично участвовал. Я думаю, это неплохо для партии, которая не имеет финансирования из бюджета, не имеет своих олигархов, миллиардеров в Думе. И я напомню вам, Сергей Павлович, что годовой бюджет КПРФ, по вашему отчету 2018 года, составляет 2,6 миллиардов рублей, из которых 89% вы получаете из государственного бюджета Российской Федерации. Я думаю, если бы классовые профсоюзы, если бы борющиеся рабочие имели бы хоть сотую долю ваших возможностей, то количество давно бы перешло в качество. Продолжение следует...